Какое место библиотека занимает в городском пространстве? Современный постиндустриальный город — это сочетание рабочих, жилых и общественных пространств. Если мы посмотрим на проекты, которые делали архитекторы начала 20-х годов, которые во многом были утопичными, мы увидим, что эти люди стремились сделать распределение этих пространств равномерным. Но на самом деле то, что мы видим сейчас в действительности, очень сильно отличается от таких разработок, потому что в центре города количество общественных пространств значительно больше, чем общественных пространств, грубо говоря, на окраинах Москвы, ну или даже просто за пределами Садового кольца. Почему это происходит? Посмотрите, в каком состоянии находятся, например, наши дворы. Если в центре мы видим ухоженные бульвары, множество магазинов, кафе, ресторанов, то на окраинах, где живут менее обеспеченные люди, чем в центре, мы находим наши дворы в совершенно чудовищном состоянии. На тротуарах стоят машины, в этих дворах все время находятся какие-то неприятные люди с пивом. И где люди проводят свое свободное время? Вариантов не так много, потому что ходить в кафе и рестораны не все могут себе позволить. Поэтому для пожилых людей общественным пространством становится поликлиника, а для людей более обеспеченных – торговые центры. Каков потенциал библиотек в этом смысле? Библиотеки, о которых я сейчас буду говорить, я буду вести речь только о тех, которые расположены за пределами Садового кольца. Потому что в центре, как мы видим, на примере даже того прекрасного места, в котором мы находимся, все более-менее в порядке. Социальная функция библиотек, которая находится за пределами кольца, чрезвычайно важна. В первую очередь там собираются пожилые люди, которые по вечерам проводят свой досуг. При этом посещаемости библиотек может быть гораздо больше. Для этого их нужно сделать привлекательными. Обычно библиотеки находятся на второстепенных улицах, в очень плохо освещенных местах и выглядят очень невзрачно. Вообще представьте себе, сколько времени нашей жизни проходит в темноте. Наше свободное время обычно выпадает на темное время суток, потому что большая часть года в России зима. Вечером мы идем по этим плохо освещенным улицам, светят тусклые фонари, дома у нас часто отделены от дороги полисадником. И, в общем, взгляду некуда упасть. В чем заключается идея? Смотрите, владельцы кафе и ресторанов, особенно в центре, давно уже поняли, что если сделать прозрачные стены в этих заведениях, то они сами по себе станут рекламой. Людям сначала это непривычно. Они приходят туда, им приходится есть и пить кофе на виду. Но постепенно они к этому привыкают. Зато люди, которые по улице и смотрят туда, они сразу как бы мысленно попадают в это уютное, чистое, комфортное пространство. Если сделать в библиотеках большие окна, современные техники это позволяют, если провести такую реновацию библиотек, то мы получим в результате, поскольку библиотеки — это огромная сеть, равномерно распределенная по всей этой области, мы получим такие места, такие сосредоточения света. Человек вечером идет по этой темной холодной улице и видит большое пространство, из которого бьет яркий свет, пятно света перед самим зданием, в котором оно находится, а внутри, в этом уютном пространстве, сидят люди, читают книги, работают за ноутбуками, занимаются какими-то другими своими делами. Разумеется, я говорю только о внешнем виде, потому что мы все знаем, что многие библиотеки так же невзрачны не только снаружи, но и внутри. Но это уже другой вопрос. Разумеется, внутреннее пространство библиотек тоже должно как-то изменяться. Но если мы подойдем со стороны внешней, если мы начнем с этого, то менять библиотеки изнутри уже придется волей-неволей, потому что мы не можем развернуть их к людям, просто вывернуть их на улицу, ярко осветить, и при этом не поменять их внутреннее пространство. Собственно, вот, идея в этом и заключается. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok